Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня Светлана Гаспорович и добро пожаловать на мой канал Дом Творчества. Все, кто не подписался на мой творческий канал, обязательно подпишитесь, и вы будете получать мои видео и мастер-классы самыми первыми. А для этого не забудьте нажать на колокольчик. Так, для работы нам понадобятся джинсы. Я взяла вот верхнюю часть джинсов, да, что у меня осталось. Все, я пообрезала, осталась верхняя часть. Размер сумки и длина вашей сумки будут зависеть, конечно, от размера джинсов. Это понятно. У меня будет здесь 44 см, поэтому и все выкройки я буду говорить именно с учетом вот этих вот джинсов. Значит, у меня остался остаток, я буду их сочетать, вот эти джинсы будут с другими джинсами, потому что, ну, у меня нехватка материала уже. Для работы мне понадобится молния, мне понадобится, стропа, это будут ручки в моей сумке, плюс еще возьму кант, ну, возможно, использую ленточки, вот, вот такую красную пуговицу я буду использовать вместо вот этой пуговицы. Так, ну и самое главное, что нам нужно, это подкладка. Подкладки красной не было, я взяла вот такую вот плащевку, и эту плащевку я вот так вот простегала. То есть, взяла, соединила синтепончиком. Вы для себя можете, ну, как бы, сами решать, что вам делать. Вы можете также простегать как-нибудь подкладку, можете просто соединить ее с уплотнителем, либо синтепоном, можете просто ничего не делать, просто взять подкладку и использовать ее. Переходим к выкройкам. Сама сумка, как я говорила, она у меня будет 44 сантиметра, так как у меня объем талии там был в половинном размере 44 сантиметра. Вы уже смотрите по своим брюкам, что у вас получится. И 34 будет высота сумки. Плюс я еще выкроила в донышко, сделала для нашей сумки. То есть, она будет с донышком. Донышко в дальнейшем я планирую либо простегать, также используя синтепон, то есть, укрепить его. Так, значит, донышко, как выкраивать эту выкройку. То есть, вы берете ширина донышка у нас 12 сантиметров у меня, плюс припуск. А здесь рассчитайте, чтобы было 88. Ну, так как у меня длина сумки 44, то здесь у вас, вот по этой части, у вас должно быть 88 сантиметров. Так, это понятно. И подкладку я выкроила, вот я на схеме вам покажу. То есть, подкладка у нас 44 сантиметра, плюс припуски, это понятно, да? Плюс припуски. 34 сантиметра. Так, здесь тоже будут припуски. 6 сантиметров, 12, так как у нас донышко 12 сантиметров. Здесь это у нас 12 сантиметров. И дальше опять пошли 34, 44. Таким образом, выкраиваем подкладку. Если у вас длина подкладки не позволяет, то можете вот ее, ну, как бы, соединить, здесь делать шов. И такие уголки. Так, значит, вот здесь вот я убрала молнию. Я посчитала, это мне не нужно. Пуговицу убрала. Так. И в дальнейшем, когда вы будете кроить свои брючки, ну, сумочку, у вас вот здесь вот остается такой хвостик, да? Его можно просто взять настрочить. Берете, вот отрезаете. Вот этот сюда. А этот сюда. Значит, у меня будет вот углом. То есть, я взяла свою выкройку, распределила, на каком расстоянии у меня будет переход с одной ткани на другую. И теперь выкраиваю. Выкладываем ее на наше изделие. Берем специальный маркер. Ну, если нет маркера, то используйте мелок. И сзади тоже располагаю. Значит, вот здесь смотрим. Видите, у меня заходит на карман. Я его сейчас возьму, подпарю. Оставлю на таком промежутке. Когда я соединю одну ткань с другой, я просто его настрочу наверх. Буду выкраивать. Оставлю на прикуски. Так, его мы сразу заколем. Чтобы он у нас нечаянно в шов не попался. Значит, вот что у нас получилось. Выкраила. Теперь нам нужно вторую часть. Вот этот карман, который у нас есть, мы его будем, когда прошивать, пришивать вторую деталь, мы сразу его и источаем. Кроим вторую часть. Дальше что мы делаем? Соединяем вот эти вот срезы боковые. И эти. Потом уже будем две детали соединять друг с другом. Теперь, когда мы все с вами стачали, выворачиваем. И нам нужно соединить вот эти вот две детали. Так. Но прежде чем соединять, я возьму вот такую вот окантовочную шну и пришью сначала вот к этой детали, которую мы недавно выкроили. То есть берем его и пришиваем. Вот здесь вот, вот эти части, я так чуть внахлёст найду, чтобы они у меня, хвостики, скрылись. И вот ровно-ровно вот по этому срезу я возьму его и настрачу. И так делаем по всему периметру. А теперь берем машинку и настрачиваем. Так, вот здесь мы сделали нахлёстик. Видите, что мы здесь до самого кантика не дошли, ну, примерно миллиметра два. Поэтому, когда мы будем соединять одну ткань с другой, то есть вот с этим вот джинсом, мы будем приближаться на два миллиметра. А эта линия у нас будет как ориентир. Поэтому для такой работы лучше взять лапку для пришивания потайной молнии. Когда мы это пришили, теперь берем наше изделие, его выворачиваем, то есть складываем лицом к лицу. совмещаем боковые швы и закалываем. Закалываем булавками, а потом будем стачивать. Истачивать мы будем вот с этой стороны, то есть вот возле, ну, там, где у нас строчка. Понимаете почему? Чтоб мы просто попали в наш вот этот вот гантик. Так, ну, вот так у нас получилось. Прежде чем нам настрочить кармашек, нам нужно вот здесь проложить отделочную строчку. Я проложила строчку отделочную везде, да? А теперь нам нужно пришить дно. Донышко я выкроила, я его прострочила, то есть я его сделала таким плотненьким. И теперь нам нужно его пришить. На дно вот сюда пришить еще один кантик, чтобы мы, когда мы будем соединять дно. Поэтому давайте пришьем кант по такой же системе, как и здесь. И когда кант наш пришит, теперь мы берем, пришиваем донышко. Берем, складываем его пополам, находим серединку и прикладываем к боковому. Так, ну, для начала вот эту сумку нашу вывернем. Так, и прикладываем к боковому. Со второй стороны сделаем то же самое. Найдем серединку нашего донышка и к боковому. И так по всему периметру мы соединим донышко с нашей сумкой. Так, вот такая у нас получается сумка. Может быть, для вас вот этот весь процесс кажется сложным. На самом деле, вы это можете все не делать. Для вас что важно? Для вас важно взять выкройку. Она у меня 34 сантиметра на 44 сантиметра и обрезать штаны наши на длину 34 сантиметра. Да, может, вы столкнетесь с проблемой вот в этом шве, в шаговых швах. Но здесь, что нужно сделать? Здесь вы просто распарываете и вот этот шовчик накладываете друг на друга и пришиваете. Все, больше никаких трудностей у вас не будет. Вы не столкнетесь. Ну, а я здесь уже решила украсить их такими кантиками. донышко украсить. Поэтому, если вы это сможете сделать, то делайте, конечно. Тем самым, сумка ваша будет красивее, интереснее. Так, ну, а мы продолжим. Значит, дно мы сделали. И теперь вот карман, который у нас остался, нам нужно этот карман настрочить на нашу сумку. А теперь нам нужно делать лянки. Берем такую стропу отмеряем 50 сантиметров. Я уверена, этого достаточно будет. Так, а вот эти вот все концы нужно обязательно опалилить. Берем длину верхнего среза нашей сумки, делим пополам, а потом эту часть еще раз пополам. Это и будет середина нашей ручки. Так, у меня это было 10,5 сантиметров. То есть, 10,5 сантиметров это середина. И берем, прикалываем. И здесь то же самое. 10,5. А сзади будет здесь, значит, располагаться. И теперь давайте эту сумочку мы отложим в сторонку и приступим с вами к подкладке. На этом мы закончим сегодняшний мастер-класс. Смотрите в следующем уроке. Там я покажу, как обрабатывать подкладку и соединять ее уже с нашей сумкой. Ссылку вы сейчас видите. Нажимайте на нее и проходите, смотрите, обучайтесь дальше. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok